Так, начинаем нашу трансляцию. Добрый вечер, друзья. О грузовом почти не будем говорить, только в основном о хорошем. Только одна реплика. Получилось так, что когда мне было всего 10 суток, когда-то просто до 7 суток появился первый опыт. Я об этом рассказывал, но она история имела продолжение. Первый этап моего железа. Самые лучшие, самые первые плоды были, ну, несколько лет экспериментов, они достигли максимума, то есть такого нереального, что сейчас не найдете ни в одном институте таких плодов. Фотографии вон их сотни. Но речь-то идет о том, что я делал. Мучился на эти 10 сутках, я, допустим, один раз посадил 40 абрикосов на участке в один квадратный метр, вот с такой густотой. Рассаживать было некуда, так же их привил. В пересчете на современные деньги, как бы по 1000 рублей продал, заработал 40 тысяч рублей. Вот, и пришло время, много лет, я об этом вспомнил. Фотография не сохранилась, как на квадратный метр 40 тысяч растет. Вот, ну, как-то в фильме показал, рассказал. Потом Павел Троценко, редактор моих книг и этих газет, то есть журналов и статей, вот, он взял и такой, перевел мои слова в текст и опубликовал. Ну, сами понимаете, реакции неоднозначные. Кто меня знает, тот знает, что это реально, да. Вот, смотрите. Вот, это, правда, другой момент, это укоренение. Ну, поверьте, что на квадратнометре, если брать кустарники, тоже несколько десятков тысяч растет. Согласны? Про технологии сейчас не будем. Вот, просто подвернулся снимок на эту тему. А кто-то меня посчитал фантазером. Ну, людям кажется нереально. Тут, ну, ладно бы там, когда сад, допустим, 10 соток, это метр на метр, а 100 квадратных метров, это 10 соток, да, тысяча квадратных метров, это получается, что люди на сотке, на сотке, 10 на 10 не могут вырастить ни одного плона. Вот такая разница. А это я привел фотографии. Почему? Потому что вы это дерево видите последний раз. Это я вынужден просто сказать о том, что когда-то власть поменяется, она в стране, и об этом вынужден говорить, хоть и тема у меня сегодня поинтереснее будет. Почему? Ну, сами посудите. Зарастают пахотные земли. Они зарастают диким лесом и больше никогда пахотными не будут. Вот, вот что страшное. А землю это уже не дают. А наших людей там в правительстве нет. Вот. Просто нет. Представляете, Солыпин давал землю. Представляете, давал, платил, лишь бы взяли. Было же. Сейчас у нас это самое, правительство, какое-то оно не предатели, а по барабану все. Знаете, когда я, это, немножко эмоций. Получил, выслал этого Лукашенко книгу, у них такая же система, как у нас. Теплее, а толку нет. Хотя там все должно расти. И он взял это, ну, ее переправили в министерство. Замминистр дал ответ. Мы работаем по регламенту. Представляете, сидит министр. Они, конечно, там ничего не делают. Бумаги прикладывают. Это понятно. Когда говорят, по регламенту, зачем заранее все известно, как надо садить деревьев. Как увеличить 10 раз производительность? Или спросить у них, где ваши абрикосы, персики вы. Благодатнейшее же место. Я рядом жил, в Западной Украине. Вот. Благодатнейшее место. И в ответ у нас регламент. А представляете, если кто-то, Лукашенко, кулаком поставил, чтобы было, как у Железа. И у сторонников. И, конечно, чтобы им пришлось работать. Но они бы не смогли. Вот. Сейчас они бы просто сюда просто, это. Если вот так, по принципу, заставлять работать, раньше бы свергли бы того же Лукашенко. Вот. Сидим, молчим. Удобно. Вот это только момент, хотел сказать. И получилось так, что это просто у меня очень впечатляющий снимок. Савиньи Сиреновна, аспирантка и моя сотрудница. Вот. Одновременно. Одной ногой в науке, другой в любительском садоводстве. Она, например, это дерево видела. Вот. Как стеснялись мои соседи. Мы пришли с парой ветер набрать на семена. Эта ветка перевалилась к соседям. Это одна из нескольких веток. Только одна. Вот. Они уже собрали эти груши. И как они, вспомнили, как они стеснялись, что груши собрали. Но их территорию падало. Это их. Вот. Это мы еще извинялись. Говорят, ну тут остались уже полусгнившие. Нам на семена надо. Сильно большой вырожай они не смогли сейчас собрать. И это одна ветка. А почему я это говорю? Сергей спилил это дерево, которое на самом деле, это где-то четвертая часть его. Спилил его. Говорят, мне некуда посадить эти пять саженцев Петра Великого, абрикоса. То, что я привозил с Украины, которое на родительском дереве были плоды порядка двухсот грамм. То есть вообще нереально. Сейчас лезать до Украины не лезет. Вот такие вы это. Вот я и написал. А у нас считается, мы, это наша институция, это наша земля. Вот. Видели мой кукиш? Это нам. Это не я вам, это нам. Вот высказался так. То есть будем, это самое. Рядом со мной 12 соток продается. Небольшой домик, миллион семьсот. Дороже, чем квартира в городе. Вот. 12 суток и небольшой это. Это в деревне. Попробуй купи. Ладно. А грустно. Теперь пойдем дальше. Это реально все. Вот. И в принципе, одной этой картинке хватит, чтобы понять, что. Когда я написал статью сто лет назад, я опубликовал, я думал, сейчас вся Сибирь. Тогда мне сибирские газеты только печатали. Сейчас Сибирь покроется этими. Ну, представьте, на ладони пять ягодок смородины. А шестая не вмещается, сваливается. Представили? Вот. Нет. С тех пор только дальше побросали. Опять получается ягрусом. Но, как видите, я не болту. Что такое квадратный метр, сколько он может дать. Вот. Если ягодки с размером с крупный этот, с крупный виноград. Вот. Ну, еще за одним. Я хотел тему детей развить, но. Вот с такого возраста дети должны быть в саду. Ну, заодно покажу. Это шелковица. Вот. К осени она только укоренилась. Поздно посадили. К осени следующего года будет десяток сажаться. Это мне надо сохранить. Один садерево опасно. Надо его сохранить. Вот. Пойдем дальше. А много не буду о детях. В советское время о нас как разоботились. Выстраивали нас, школьников, меня. Сельская школа. Огромные бутыли. Вот. Каждому в рот вливают по столовой ложке этого. Рыбе уже противного. Но это была забота о нас. Вот. Теперь представим себе, что я деревенский парень. Вырос бы в городе. Представили. Не было бы сейчас ни этого экрана. Я этого общения не было бы. Наверное, этих детишек бы не было. Почему? В городе вырасти самому здоровому невозможно. Дать здоровое потомство невозможно. Учительница моя милая говорит так, что в школу не пришел ни один здоровый ребенок. Никого не волнует. Чуть другое слово не сказал. Когда опять получается я грустно. Сейчас дана команда. В Ленинград на две недели сидеть по домам. Ну почему не по дачам? Я и сейчас понять не могу. Еще же у нас только неделя как минусовая температура. Сюда снег лежит. Но даже сейчас минус три, минус пять. Тьфу. Мы там. У нас же как норильский день. А потом норильский меня перевезли. Уже шестиклассникам. Норильский. У нас праздник был, когда объявляли актировку. На улице минус сорок. Запрещали ходить в школу. Мы бегом на улицу. Ура. Вот так вот разница. А эти дети. На них страшно становится. Сильно малый период. У нас лето короткое. Зима длинная. Короче. Когда будет у нас. Каждый иметь дом в деревне. Дети будут в деревне. И подальше будет интернета. Опять я грустно. Ну еще одна фотография. Вот. Значит. Вот это вот Никита. Десять лет. Друг моего Тимошки. Каждое утро. Ну не как. Когда он приезжает в деревню. Особо не любит он ездить. Потому что его дед родной. Дает ему тяпку. Или еще что-то в руки. Говорит. Так вот. От забора и до обеда. Как у взрослого мужика. Зато парень крепкий. Вот у него могут быть здоровые дети. Вот. Ну. Сколько успеваю дать. Навыки я им даю. Пока для них это игра. Привет Галина. Моя старинная подруга из Барнаула. Это мои сливы. И опять. Видите почему я выбрал фотографию. У меня много таких фотографий. Уже вся страна мне шлят. Я вам покажу. Главное то не это. Главное то в этом мальчишечке. Вы понимаете. Вот он голопузый. Вот такое должно быть детство. Главное то в этом мальчишке.